Когда красноярцы перестанут задыхаться по ночам, за что воспитанники Емельяновского детдома получат по полторы тысячи рублей? И какой из заветов Ильича снова в тренде? Разбираем жизнь в контексте городской прессы. Слово Станиславу Карповичу. Здравствуйте! От ночных зловоний, которые мешают ровно дышать во сне жителям многих районов Красноярска, горожане, по всей видимости, вряд ли избавятся. Такой вывод напрашивается после прочтения статьи в Комсомолке. Газетчики узнали, что замеры загрязнения воздуха делаются всего два раза в день, утром и вечером. Выяснять, как обстоят дела с ним ночью, с недавнего времени специалисты перестали. А все из-за банального сокращения финансирования. И этим, по мнению редакции предприятия, не могли не воспользоваться. В любом случае, на своих страницах издание приводит все необходимые телефоны, по которым можно обращаться, если вдруг наши носы вновь почувствуют неладное. Красноярский энергосбыт заплатит каждому ребенку из Емельяновского детского дома по полторы тысячи рублей. Но, как сообщают аргументы и факты на Енисея, это не подарок Новому году, а расплата за то, что в феврале компания лишила ребятишек тепла. Дети были вынуждены больше недели ходить и спать в одежде и не есть горячей пищи. И хотя сумма, взысканная судом, небольшая, прецедент создан. То есть теперь любой житель края за отсутствие тепла может подать на энергетиков или коммунальщиков в суд и выиграть дело. Дураки больше не вставляют. С таким громким забголовком московский комсомолец Красноярский на своих страницах разместил статью, в которой сообщают, что молодые красноярки все чаще спутники жизни выбирают не ровесников, а мужчин вдвое, а то и втрое старше себя. Корреспондент пишет, все дело в уровне IQ представителей сильного пола. Мол, чтобы в любовных отношениях была гармония, недостаточно быть секс-машиной. Партнер должен хотя бы знать, где находится Третьяковская галерея и кто такой Суриков. А половина молодых людей, по их мнению, этого не ведает. Так что один из заветов Ильича – учиться, учиться, еще раз учиться, чтобы хотя бы в холостяках не засидеться, похоже, снова в тренде. Вот таким Красноярск увидели наши печатные издания на этой неделе. Посмотрим, на чем еще свое перо не заострят после выходных. А в контексте городской прессы для вас разбирался Станислав Карпович. Еще увидимся.